Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 июля – День Ивана Купала. Иван Купала принадлежит к числу самых почитаемых и самых важных праздников в году. По древним поверьям, Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. Ивана Купалу называют чистоплотным. Принято купаться на заре этого дня, и этому купанию приписывалась целебная сила. Купаются в воде, а еще лучше – в рассе. Церковь сегодня отмечает большой праздник – Рождество святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Славяне в этот день отмечали День Ивана Купала или Иоаннов День. Это день чудес и колдовства. Девушки сегодня плетут венки, используя 9 различных цветков. После надевания венка они молча ложились спать, ожидая увидеть во сне своего суженого. Суженый должен был подойти к ней и снять венок. По вечерам жгли костры и прыгали через них. Кто сам, а кто взявшись за руки, танцевали, пели, общались. Так проводилось огненное очищение. Сегодня, согласно поверью, должен был расцвести папоротник. И если кто найдет его, то будет счастлив всю жизнь. Также верили и в то, что цветок папоротника укажет, где зарыт клад. Массово купались в реках и озерах, парились в бане. И все потому, что на Ивана Купала любая вода обладала целебными свойствами. При этом обязательно нужно было окунуться в водоем между утренней и обедней службой в церкви. Считалось, что это позволит излечиться сразу от всех болезней. Согласно поверью, сегодня не купается только колдун. После дня Ивана Купала банные веники не заготовляли, так как они уже не обладали целебной силой. Древние славяне не ложились спать до рассвета. Хотели услышать пение эльфов. Это пение – очень хороший знак, предвещающий защиту от злых сил на весь год. А также остерегались, чтобы нечистая сила ими во сне не владела. Кстати, вплоть до 1770 года День Ивана Купала считался официальным праздником. Приметы. Утром выпала большая роса – будет хороший урожай огурцов. Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет урожай на грибы. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором – всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года. На прощание мне бы хотелось сказать – пусть жизнь ваша будет радостной, а кулинария обязательно целебной. Доброго вам здоровья! Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой – гамма-ю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуются! Благодарю за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok